Мне понравилось вот это вот замечание, что как жить в этом мире, когда ты начинаешь понимать, какой ужас творится в мозгах у окружающих. Вот Аня у нас сообщает, что она новости читать не может, читается как лента анекдотов. То есть серьезные люди пишут вопросы войны и мира. Она говорит, ну ты вы посмотрите же, это же ужас-то полный. Ну как это делать? Она говорит, что самое большое развлечение, это когда ты начинаешь понимать идею без масштабности. Понимая, что речь идет о масштабах во времени и масштабах количестве людей. Ну то есть раскладывать ты начинаешь вот это вот на масштабы. Какие действия людей, какие действия коллективов, какие действия сообществ, какие действия обществ. Ну как бы начинаешь представлять вот эту вот многослойность. Вот ты начинаешь вот это вот расслабить, а потом, говорит, там же есть еще масштабы во времени, что произошло за сегодня, она говорит, и вот давайте мы посмотрим, читаем новости две недели, там есть понятие сюжета, как раскрывается сюжет, и вдруг ты начинаешь понимать, что вообще каждые два дня-то меняется ситуация, в мозгах меняется, слова меняются, ну там все то же самое, но за две недели все вообще сдвигается. То есть действующие лица меняются, слова меняются, обоснования меняются, и ты начинаешь понимать, что если сегодня они вот это говорят, через две недели что будет? Ну там уже сходу, с этого момента начинаешь. Ну там, две недели назад что было, и через две недели что будет? Почему вот этот сюжет был вроде бы пронзительным, исчез? Ну как бы вот такие вот события начинают стерживаться. А какие медиа об этом говорят? Вдруг во всех газетах, что непонятная итальянская газета, вообще никто не знал, что она существует. И даже не она сама, а читатели итальянской газеты возмутились чем-то. И она три дня муссирует этот вопрос. Боже мой, что это такое? Что говорят разные, премьер-министры не важно, что сказали читатели итальянской какой-то газеты, идет по всем каналам. Вот такие вот вещи важные. И когда мы начинаем работать вот с этой вот собранностью, когда мы начинаем понимать, что мы сосредотачиваем наше внимание, наше сознание работает с объектами в окружающем мире во времени, выделяя вот эти вот объекты. И ты начинаешь порсировать, вот как мы говорили с Андреем, машинка типов, ты начинаешь понимать, что все оно вот примерно вот так вот и идет, да, там раскладывать все на типы. И у тебя вместо длинных пространных текстов вдруг возникают вот простые конструкции, ты видишь, что не бьется ничего ни с чем. И когда вот мы только что обсуждали, ты понимаешь, что миром правит не, ну это прямо вот слова из учебника, методологии, они там такие остались, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Вопрос, как при этом сохранять присутствие духа, да? Ребята, это вопрос на самом деле очень серьезный, потому что депрессия и всякое такое, люди, которые склонны немножко, да, как с этим жить? Потому что вы видите, что я говорю о том, что наш мир устроен ужасно, вот. Вот, нет, смотрите, ко мне было множество людей, приходили и говорили, как ты можешь, вот у нас началась война, каким образом ты можешь вообще вот что-то делать, кроме как вот заниматься войной, чувствовать себя несчастным, причем ты должен себя чувствовать несчастным, ты же там в России живешь. Мне кажется, что лучше всех на этот вопрос отвечал пион, потому что пион вообще говорит, а что изменилось-то? Все, как, что изменилось? Мы жили там, он говорит, я, говорит, лет в 14 поняла, что мир устроен, в общем, более-менее у Бога, что все мрут, то в Африке там вообще голод, то идиоты меня окружают в больших количествах. И говорит, лет в 14 у меня ощущение никуда не исчезало. Когда вы говорите, смотрите, эти глупые люди сделали опять что-то ужасное, там, вопрос, а что изменилось-то? Я, говорит, что-то не понимаю, изменения-то нет. А я замечу, я не в этих выражениях, но смысл был ровно вот такой же, что вот это ничего не изменилось. Меняется, может быть, у тех людей, которые, ну, что-то там про этот мир еще поняли, вот прямо сейчас. У них, возможно, в голове что-то и поменялось. После нашего курса, ну, точно будет изменение сознания, потому что вы будете понимать, что мир устроен, как в эволюции. Эволюция – это жестокая такая штука, она говорит, что конфликты везде, да, все будут умереть. Но неприятно осознавать, что не все люди ходят с типами, большинство не работают. Очень многие живут, как нейросетка ГПТ-3, да, тем более сейчас эту нейросетку ГПТ-3 научились делать умнее. Ну, вот последняя сетка КОКа, она уже, как бы, сильно разумнее. Многие люди, нейросетки уже проявляют разумность больше, там, по большинству тестов. Там, последний тест, что-то там 600 разных тестов было. Ну, как бы, сверхчеловеческие способности по этим тестам. Первое, что вы должны думать, и этого в учебнике нет, хотя это и есть в учебнике системного саморазвития. Они вот на вот эту линию бьют, как бы, системное саморазвитие, собранность. И я глубоко благодарен, потому что эту линию вот ЦРЕН обязательно берет. Значит, первое, четко понимать, что у вас есть биологическая основа. Все вот эти вот ощущения, то, что жизнь устроена неправильно или правильно, вообще говоря, это ваша биохимия. Если вы не занимаетесь вашей биохимией, то кранты. Ну, как бы, она, там, мозг захлестнет, и все, вы неработоспособны. То есть, первым делом вы решаете вопросы биохимии. И это, как бы, самое важное. То есть, вопрос выживания. Если вы не выжили, то умно мыслить дальше некому, и вы помочь никому не можете. Как я написал в ответе одному, что правильно ли я понимаю, что вы хотите, чтобы я приздал свою вину. И лег в печали, как бы, ничего делать не могу. Первое, я не могу помочь себе в этот момент. Я признал, что все плохо, я виноват во всем. У меня вся биохимия печали, вот она во мне. Значит, я не могу помочь себе. Раз. Раз. Если я не могу помочь себе, то я не могу помочь и близким. Если я не могу помочь даже близким, то я не могу помочь и далеким уж подавно. Далее начинаем раскручивать. Чтобы помочь далеким, мне надо мочь иметь возможность пока хотя бы близким помочь. Если, чтобы помочь близким, то себе. Следовательно, вот в этом идиотском мире вы действуете по правилу, которое вам озвучивает самолет. сначала надень кислородную маску на себя потом на детенка почему потому что если ты наденешь кислородную маску на детенка а тебе не хватит то и детенок пропадет и ты пропадешь если вы оба выживаете то на следующем такте ты детенку говоришь что делать а так детенок маски ну вот понятно то есть первым делом занимаетесь собой собой занимаетесь начиная с биохимией что такое биохимия биохимия берется единственное что через работой с телом это как бы тоже очень мало понимается тут есть концепция 4 е которая помянута в новом учебнике что нас мышление оказывается extended бедет вот вот это все будет нас интересует им более то есть весь вас мыслительный аппарат он работает в теле которая биохимическая приведите эту биохимию в порядок чтобы она хоть как-то случилось она прям как ни странно биохимия приводится в порядок через движение буквально вся вот гадость биохимическая сжигается если вы начинаете двигать я когда был сильно молодым и я приходил на дискотеку я был ведущим дискотеки то я понимал что у меня ну я в то время уже и женаты был ну как бы я там нормально и иногда ты приходишь у тебя настроение вот вообще на работе с женой а перед тобой пляшут ну там человек по 500 приходила нормально дискотек было сильно поменьше чем раньше поэтому все что в городе шевелилось приходила на ту единственную которая была это сегодня там в городе есть куда пойти как бы не был и ты понимаешь то если ты заводишь настроение для вот этих людей то она как-нибудь но передаста нежно тебя ориентируют и никакой я надо делать не можешь помочь себе не можешь помочь 500 человеком они пришли развлечься они для этого пришли у них такой же тяжелый день был и они пришли вот точно так же избавиться от этого настроения вот это кстати очень мало кто понимает вот что с другими людьми происходит да то же самое что с вами то есть они тоже пахивали вот так больше чем нормированный рабочий день и тоже вот так пришли это неважно что они полную дурь делали у себя на работах но они стараются когда не всегда они виноваты прыгайте да но в этот момент меньше всего хочется прыгать вот тоже в этот момент требуется собранность тела воли внимание и вы начинаете прыгать и улыбаться механически далее начинает работать биохимия если вы продержались минут пять то вы уже не очень механический если вы продержались 20 минут с настроением у вас уже будет более-менее прятки но вам надо 20 минут продержаться прыгать теперь вот я вам показал видео где я пляшу с девушкой девушка между прочим кандидат психологических наук девушка прошла несколько курсов у того самого солнца который занят теориями сознаниями который работает с пристоном мир как вы понимаете очень маленький да так же как вот димой встретились я тоже с удивлением обнаружил что есть люди которые вот этой линии проходят то же самое обучение но по линии фристон воде вот это вот все у нее кандидатская по дыханию нарушение дыхания потому что и и заинтересовал вопрос чуть такое она занимается погружением нормальным на 25 метров глубину на 40 а другие люди на свежем воздухе у них проблемы дыхание перехватывает легких испугов вот почему она может а другие не выяснилось туда действительно у людей проблемы вот написала диссертацию заодно проходя обучение у нейропидеологов тех усилий и если я останавливаюсь то представляете мне с ней же делать дальше и месяц а я скажу девушка мы танцуем уже целых пять минут я устал мне что-то не хочется у меня настроение нет но самое трудное при этом это прийти вот в этот зал далее тебе просто берут у тебя всегда рядом с тобой тренер а когда мы говорим о double trouble то 23 и отвертеться невозможно совершенно а замечу что ровно то же самое мы будем проходить на курсе системного менеджмента тот момент когда мы будем говорить о лидерстве что я очень хотел бы что я бы его так травлю но все примеры на самом деле это реально примеры из курса на те или иные практики смотрите это я вот все ту же самую тему метатор да потому что когда вы приходите на вот эти вот танцы то оказывается что все вокруг выполняет вот это распределенное лидерство то есть вы там не сможете просто стоять если вы туда добираетесь а иногда начинают еще из дома то есть вам в личку приходишь или нет если ты не приходишь то тебе надо себе по крайней мере объяснить почему ты такой устал и будешь лежать на диване и тупить физку а вот этого ни коем случае нельзя объяснять и ты говоришь ну да прихожу ну как бы 9 нет но в 10 то точно ну и там 10 ты приходишь всего до полуночи никто не выпускает иногда тебе прям за руку из дверей надо вот это налаживает биохимию и вот это вот и есть распределенное лидерство то есть тебя удерживают деятельности заставляет выполнять вот что они потом говорят они шепотом все говорят что вот эти вот с февраля до 24 февраля все хорошо запомнили эту дату с 24 февраля вообще бы не выжили ментально если бы не вот эти вот вечера когда они приходят и аккуратненько там оптывают свои два три часа ребята занимаетесь вот этим можно не танцы что угодно бегайте полу марафон угодно но на вопрос что делать в мире идиотов первая установка привести свою биохимию в порядок потому что иначе закончите жизнь дурки то есть реально второе а второе ну да изменять мир к лучшему понимать как он устроен примерно и менять мир к лучшему то есть делать правильные мемы заниматься просвещением и для начала накормить дать крышу перед тем как особо дальше учить да ну то есть менять материальными буквально заниматься производства чтобы были люди теплее накормлены это мало вообще понимается то если вы холоде в голоде то вы занимаетесь добычей пропитания и не занимаетесь образованием не накапливаете знания и у вас нет времени чтобы делать эксперименты наращивать знания без экспериментов как бы новизны и провалов ничего не будет то есть у вас должен быть избыток ресурсов на эксперимент вот реально досуг должен быть поэтому вы наращиваете благосостояние это как бы следующее для этого нужна собственность рынок вот а всех промышленных предприятий следующая сытый человек у которого есть немного свободного времени в этот момент он способен сказать ну давай я вместо там фейсбука потому что ни на что больше сил не хватает готов там пройти курс в этот момент курс должен быть понимаете тут застады вообще на каждом шагу но вот если вы это понимаете вам становится ясно что делать какой-то момент я понял что да и вот это вот я делаю все вообще класс только курсов нет 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 как это вот человек есть у него и время есть и все есть курсов нет я начал писать ну вот вот бы дальше мы тут собрались дальше вы опечаливаетесь ну и следующий шаг тех люди которые вокруг вас сначала они должны хорошо себя почувствовать быть сытыми накормленными через некоторое время у них появляется свободный такт они должны приводить себя в том числе телесного что-то то есть курс системного саморазвития поэтому через тело через материальный достаток у людей ну как бы накормленность как грубо говоря опять через тело да когда у людей вокруг тела нормально то вы можете в мозг что-то там вкладывать что-то там разумное доброе а желательно не вечная ну стоит OZAR мэти разумная добрая добрая мы понимаем многоуровневая для одного уровня на доброе для 2 добрая какая-то добрая оптимизированная разумная это тоже стоит OZAR и не вечная потому что стоит OZAR разумная мы тоже понимаем как деятельная и дисциплины думание это тоже такая дисциплина бегать ходить задавать вопросы я очень любил говорить студентам мт и они занимаются системным мышлением и ничего не происходит потом наконец кто-то из студентов говорит черт мне надо в проекте спросить я пойду спрошу я вот наконец почему ну как пойду это как многие ключи этого момента у тебя работает мышление а до этого до этого ты просто когда активности нет мышление она активная в новой версии вы это видели должен подойти спросить получить информацию вот это вот мышление когда ты там вот так сидишь позе родина это телесно активно с изменениями в внешнем мире ну вот этом вот и занимаемся вот это вот вы как поддержали себя я понимаю что разговор он не он как бы ответ нетривиальный на самом деле ответ нетривиальный спрашивают барабанщика которые организуют фестивали джазовый барабанщик один из лучших мире считая он играет каких-то там ведь 941 сотрудничестве джазовыми музыкантами лучшими в мире он об этом рассказывает в сша а ты еще же преподаешь в школе ты концертируешь ты организуешь фестивали как ты вообще вот это вот все делаешь при этом он поскольку он такой музыкант он слышит по всем каналам представляете как это миром правит бездари музыкальные но он чет четко понимаем мы все понимаем что слышит никто ровно не играет он говорит чтобы почему как бы у нас вот российский джаз вон на мировой арене он не очень но это очень просто потому что на западе ритмики учат а наши учат как мелодистов это что это получается что ты слышишь когда наши музыканты играет весь ужас мимо ритма все попадают а как же он выживает и все ну и единственный способ я вот полу марафон марафоны как бы слабовато полу марафон я бегаю а как каждый день а как с тобой поговорить со мной поговорить очень просто говорить я каждый день у добегу по маршруту присоединяешься я пол мы разговариваем только выдержит только и разговаривает бегу я достаточно долго а также будет ну как же если я не бегаю я в таком темпе в котором я живу смотрите так то энергию беда да я в таком темпе в котором я живу через две недели каю ведь ребята то что я сейчас говорю это важно потому что я может быть меньше сейчас говорю про системное мышление но в новом учебнике очень четко показано что поскольку у вас боди от мышления вот этим надо заниматься александр удочку он любит говорить что он системный архитектор он этим гордится он в авиации его решение архитектурные в общем по большому счету вопросы жизни и смерти потому что число взлетов должно быть равно числу посадок успешно совершенно справедливо да он говорит ну соответственно я должен 8 часов день принимать решение вот я тщательно изучал литературу как-то можно делать выяснилось что единственный способ это через тело ну я говорит выбрал капель это между боевыми искусствами танцами и спортом до капель и и смотрите в 1 полу марафоны 2 капель ира есть ну как бы это единственный способ просто я к тому что как жить в этом мире первый ход биохимический он как бы спортивный танцы я беру да собственно если вы попадаете хорошему тренеру вы с удивлением обнаружите что вся команда будет не понимать когда вы пропускаете тренировку появится обязательно чатик этой команды вот там где зомба группа куда я ходил там чат там за каждым сидят каждый пришел просят лички еще чё тебя не было то есть вы будете всем объяснять почему вы не заняты своим хобби да вот а в итоге а в итоге вы будете выживать вот в такие вот странные моменты когда все будут сходить с ума вы как-то будете выживать сами помогать близким помогать далеким а следующий шаг ну следующий шаг до изменяем мир к лучшему а были очень хорошие работы у родборда по либерализму вот эта вот линия родборда есть много исследователей либерализма которые говорят что только не понималось либерализм это когда мало государства либерализм это то либерализм это сила либерализм ведет процветанию народов и все не они говорят это все фигня полная потому что либерализм этот про одно это соблюдение прав собственность если есть соблюдение прав собственности у тебя из государством все будет нормально и с воинами как-то образуется и с благосостоянием поскольку рынок рынок у тебя будет там никто не будет забирать и перераспределять собственно только про одного права собственности и отсюда много-много чего раскручивать а дальше на же духовность все понимаете вот такое вот дело если у тебя собственность соблюдается то у тебя дальше благосостояние налаживается подождите вы же про доброе про вот что люди должны знания наука вот это все они ведь и тут такое дело если у тебя собственность есть то люди накормлены и под кровом у них появляется избыток свободного времени которые они могут потратить на писательство художество как бы на все вот чего вы говорите там на духовный рост на исследования дальних планет если они не накормлены замерзлают и дохнут от голода то знаете проблемы возникают 20 каннибализм всякое вот такое да меньше ресурсов возникает вообще неприятно то чего вы не хотите поэтому если вы хотите чтобы люди были добрее умнее проводили эксперименты занимались дальними путешествиями смотрели в неведомое сначала накормить и пожалуйста дайте им кровь ну минимум далее появится избыток времени если у них сто процентов времени будет уходить как у неандертальцев на то чтобы выжить вас не будет ни науки ничего а для этого ну мы знаем говорят что вот собственности вот это вот связано собственности дальше появляется свободно обменов возникают деньги ну как товар который собственности вы можете легко менять и далее возникает вот рыночное общество потребностей с калькуляционный аргумент мизоса да но вы опять не говорите общество это когда все добрые как бы добрые начиная когда вам не надо выбирать кушать ваших детей или не кушать почему нуждать когда ничего новых то нарожаете если вы доживете если нет то и вы пропадете дети пропадут и все пропадут возникает вопрос про кушать сейчас понятно вот этого есть некоторые очень интересные идеи в одном месте вам надо с телом что-то сделать в другом месте вам надо делать с пониманием собственности которую все понимают как продолжение моей руки право на руки и на мой компьютер продолжение моей руки священная собственно начиная собственности на собственное тело то есть опять же через физическими и это же опять же возникает идея что какую вы дьявол побери мысль не используете все равно вы возвращаетесь с мыслями к физическому миру собственность она вечная обязательственное право да обязательственное право на что на что чтобы что-то сделать чтобы что-то сделать вам надо изменение в мире да я обещал то я обещал все это обязательственное право ребята все очень хорошо но обязательственное право сводится к тому что вы должны какие-то предметы конечно в итоге физическом мире привести в взаимодействие это означает что они должны быть в чьей-то собственности вы должны быстро понятно да оказывается что римское право вечная нового примат потому что новая идея что все на на обещание да а далее а далее идея собственности как определяется идея собственности определяется не то что я связан с этим компьютером невидимой нити определяется примерно так же как лидерство брить и контрантуитивно точно так же лидерство это когда современное лидерство это не лидер меня убал когда вот вы все меня убалтывать если я скажу о ребята что-то мне надоело преподавать вы на меня всех сухаризны и посмотрите не кто-то не цирентов как лидер а все типа я скажу да что-то я не так понял потому что человек существовала странная собственностью точно так вы все должны признать что это компьютер может не я говорить что компьютер мой а как бы все остальные так же как лидерство это не лидер как бы делает что-то а чте как бы роль заталкивает и важно при этом сделать такую атмосферу чтобы вот это вот лидерство такое существовало чтобы все друг другу помогали сотрудничать ну там заталкивали в роль и не просто роль а как бы чтобы роль взаимодействовала с другими чтобы получалось производство собственностью выясняется то же самое собственность задается через то что все признают кого-то собственником вещи ну в особо важных случаях делают реестр запишут туда но все признают что в реестре записано что я владелец этого дома смотрите не я признаю я владелец а все остальные для этого опять же надо промыть всем мозги и куда мемы соответствующие про собственность вложить тут придут коммунисты которые скажут что все вокруг народная следишь там тоже самое придут психологи и скажешь что должен быть начальник который поведет за собой с красным знаменем на белом коне ну смотрите такие книги их же помог очень трудно этому сопротивляться потому что идеи которые я говорю они абсолютно одни и те же надо выходить физический мир надо смотреть на процессы как на взаимодействие вот этих вот физических объектов которые не совсем произвольно задаются их границы они как бы а тракторы стабильности статьях так аккуратно пишет что в пространстве состоянии в пазовом пространстве состоянии есть некоторые места где вот системы находится сильно чаще чем в любых других такие вот а трактор этих состояний да то есть вы выходите вот в этот физический мир и есть некоторые мемы которые помогают дальше вам выживать вот в этом вот мире сохранять себя подольше не растворяться не помирать нет не поддаваться энтропии и очень часто это связано с вот таким вот как это контринтуитивным том что у вас появляется что-то распределенное на вас действующее то есть какие-то мемы которые у всех головах они создают вот такой специальный порядок как собственностью с лидерством чувствуете абсолютно одинаково вот и все это сидит все равно опирается на биохимию а компьютера компьютер они не на биохимию но им там электричество требует сначала сначала обеспечить электричество то правильно то есть там свои заморочек вот так вот и выживает вот давайте мы дальше пойдем потому что я то вы знаете полдня все равно болтаю рассказываю байки да потом выясняется что все эти байки они хорошо иллюстрируют материал учебника